Тем временем, в новости, не дала лидер фракции СССР, демократическая партия в Бундестаке, Рольф Мюцелих, кажется, да, он заявил, что войну в Украине нужно заморозить. И эти слова одобрил его однопартиец, известный Шрёдер, который имеет такие себе симпатии к Путину. И также 18 марта буквально еще экс-канцлер Германии заявил, что на самом деле это верный путь, позицию нужно такую поддерживать и тому подобное. Но параллельно с этим мы видим, конечно же, очень четкую позицию Германии. Германия сегодня очень много нам помогает, несмотря на эти все перипетии с Таурусами. Все же, какие сегодня настроения в Европе могут быть? Я помню ваши слова еще два года назад, начиналось полномасштабное вторжение. Вы говорили, что Третья мировая уже началась. Путин после псевдовыборов вышел и сказал, что Третья мировая возможна. Вроде как все понимают сегодня в мире, в Европе, в Штатах, но что-то сдерживают еще какие-то страны сегодня от какой-то помощи Украине, от того, чтобы больше надавить на Россию. Куда сегодня движется эта война? Ну, смотрите, Шрёдер это особый случай, потому что Шрёдер это агент Кремля. Так вот, есть в Европе категория политиков, и не только в Европе, которые являются агентом Кремля. А это как бы факт. Почему они стали агентом, компромат ли против них нашелся, или их просто купили. Ну, разные бывают случаи. Это Шрёдер, если иметь в виду Германию, Милош Земл, если иметь в виду Чехию, Трамп, если иметь в виду Соединенные Штаты, Берлускони, который был подозрительно как бы дружественен с Путиным, если иметь в виду Италию, ну и так далее. Да, Орбан, если иметь в виду Венгрию, да, поэтому этих политиков очень много, к сожалению. Да, и поскольку западная судебная система, она устроена так, что для того, чтобы преследовать этих людей, ну, за государственную измену, да, нужно доказать в суде, что они действительно являются государственными преступниками, и это практически невозможно, от этим никто не занимается. Тем более, что был период до, ну, скажем так, до 14-го года, а в общем-то, может быть, даже и до 22-го года, когда Россия не считалась врагом. Дружить с Россией, хорошо относиться к Путину, брать деньги в России, не считалось чем-то неправильным. Да, и особенно, когда мы про деньги говорили. Собственно, все берут деньги, когда есть возможности. И это относится часто и к государству, и к бизнесу, и к частному браку. Так что, подчеркиваю, Шрёдер – это отдельный разговор. Понимаете, если смотреть с исторической точки зрения, что очень сложно, да, то на самом же деле все проблемы с задним числом, они оказываются очень простыми и очень легко решаемыми. И основная, как бы, проблема, да, у нас в том, что Запад не позволяет Украине победить в этой войне. То есть установка Запада, что Россия не должна проиграть в этой войне, а Украина не должна выиграть в этой войне. В то время как эта установка должна быть абсолютно другой. Украина должна выиграть в этой войне, а Россия должна проиграть в этой войне. Вот как только Запад изменит свой взгляд на эту войну, все встанет на свои места. А пока действительно, к сожалению, да, и руководство основных европейских государств, и Соединенные Штаты, да, считают, что, как бы, очень важно не допустить, что Россия проиграла в этой войне. Поэтому это, конечно, дико звучит, но потому как вроде бы Запад должен в данном случае играть целиком и полностью, как бы, против России на стороне Украины. А на самом деле это не совсем так. Поэтому и получается, что Украине дают оружие, но ровно столько, чтобы Украина не проиграла. Да, а против России, как бы, предпринимают какие-то шаги, но ровно настолько, чтобы Россия, не дай бог, не проиграла. Ну, и российское руководство, конечно же, всем этим очень успешно пользуется, да, и подыгрывает в этой игре, да. Запускает там ежедневно страшилки о том, что если Россия поймет, что она проигрывает войну, она запустит там ядерные ракеты в сторону Европы, да, и так далее. Вот то, что происходит. Сколько такая ситуация может длиться? Большой вопрос, потому что пока что она длится уже два года, да, и, ну, даже больше, да. И проблема же в том, что Запад это все делает в надежде, что, ну, что Путин поймет, что нужно менять направление российской внешней политики, да, что что-то изменится. А этого не происходит. Этого не происходит, и этого не произойдет. И что, все, что мы видим в ответ, да, это понимание российской стороны, что Запад нерешителен, что Запад, да, не хочет, чтобы Россия проигрывала эту войну, и что, соответственно, нужно еще чуть-чуть напрячься, и тогда уже Россия, наконец, победит. Поэтому все, что мы видим в ответ, это заявление о том, что нужно создавать еще одну армию, да, нужно двигаться дальше с той скоростью, которую допустим. Да, и вот этот формат перманентной войны, он на самом деле уже, как бы, Россия освоен, да, перестроена экономика, ситуация, ну, в общем-то, стабилизирована, да, и в этом формате Россия может существовать вечно. И, как говорит Медведев, да, если нам понадобится десятилетие, чтобы разрушить Украину, значит, будем воевать десятилетия. Вот это, собственно, ну, тот сценарий, который Путин подготовил для России. Они действительно не собираются останавливаться, они действительно собираются идти только вперед, ну, с той скоростью, которая допустима, и, соответственно, как только позволит обстоятельства, фронт войны они, безусловно, расширят. Вот они будут пытаться через Одессу пробиться к Молдове и разжечь войну там. И рано или поздно, конечно же, мы увидим, особенно если Трамп окажется в Белом доме, мы увидим попытки российской армии вторгнуться сначала в страны Балтии, и, ну, Польша, к сожалению, просто географически так расположена, что она не сможет остаться от этого конфликта в стороне. Поэтому, ну, никаких улучшений ситуации, если Запад не изменит свой взгляд на эту войну, я как-то не вижу. Другое дело, что поскольку уже даже Песков упомянул, да, слово «война» наконец-то, да, после двух с лишним лет, уже, я думаю, Западу тоже понятно, не одному Макрону понятно, а уже всем ответственным политикам на Западе понятно, что путь, на который встала Российская Федерация, это путь прямой военной конфронтации, прежде всего, с Европой, да, на что, опять же, Путин очень надеется, что это только Европа, поскольку он надеется, что Трамп окажется в Белом доме, но даже если это конфронтация только с Европой, это большая война. И подчеркиваю, это то, что ждет Европу, если Европа не изменит свой взгляд на войну, но, к сожалению, из того, что я вижу, никаких изменений, скажем так, до 21 января 25-го года не произойдет. Времени осталось, на самом деле, у Европы очень мало. И я бы, конечно, на месте политических лидеров Европы на эту тему подсветился бы. Но подчеркиваю, противоборство очень серьезное, поскольку все все-таки надеются, да, почему-то надеются до сих пор, что Россия остановится, очнется, да, думается. Это очень наивно, но, к сожалению, наивность – это часть человеческого взгляда на жизнь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!